Радио безопасности с июля в Крыму перевозить группы детей будут по другим нормам. Контроль за передвижением несовершеннолетних на автобусах усилится. Новые требования изложены в постановлении правительства России. Готовы ли севастопольские перевозчики следовать последним правилам? В пятницу этот вопрос обсуждали на встрече транспортников, представителей дорожной инспекции и руководства ГИБДД. Тему продолжит Ольга Деменчук. Не поездом, а автобусом. Реалии современного Крыма. Обеспечивать передвижение групп детей, будь то в городе или в международных масштабах, этим летом придется наземным транспортом. Нагрузка упадет в основном на автобусы, к оборудованию которых изменились требования. Изложены новые нормы в постановлении правительства Российской Федерации об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами. Вступает в силу 1 июля. Такие требования, как ремни безопасности на каждом автобусе, установленный тахограф и система ГЛОНАСС. Вот это, скажем, три таких основных момента. Ну и еще, значит, то, что автобус должен быть не старше 10 лет. Местным ГИБДД заявляют, к реализации таких правил Россия готовилась не один год. Крым же должен выполнить задачу в крайне сжатые сроки. По словам перевозчиков, если на полуострове под лето транспорт оборудован на 60-70%, то в Севастополе ситуация получше. Но тут проблема в другом. Автобусы, пригодные для перевозки детей по возрасту, задействованы на городских маршрутах. И снятие их под заказ ослабит направление. Что касается тахографов, системы ГЛОНАСС и ремней безопасности, то это вполне решаемо, говорят перевозчики. Суть в другом. Как при покупке оборудования не стать жертвой мошенников. Сейчас при оборудовании тех же автобусов, системы ГЛОНАСС, при оборудовании автобусов ремнями безопасности, на все эти ремни безопасности, вы прекрасно знаете, необходимые сертификаты, лицензированные предприятия и так далее. Вот нам необходима помощь от государственных органов власти в определении, насколько эти предприятия соответствуют. И чуть более тысячи севастопольских автобусов вопросов не возникает к транспорту ГУП «Севавтотранс». Машины, полученные как гуманитарная помощь от Москвы, соответствуют современным нормам. Загвоздка в малом количестве таких единиц. Тем количеством транспорта, которое мы имеем, а у нас их всего лишь 15 единиц, мы просто не сможем ни одного из перевозчиков прикрыть. У перевозчиков свое видение решения вопроса – увеличение автопарка. Самостоятельно транспортники сделать этого не могут. Поясняет, лизинговые компании пока не работают с Крымом. Участники встречи надеются на помощь со стороны городских властей. Все свои предложения сложат на бумаге. Обращение от перевозчиков, дорожной инспекции и ГИБДД направят в правительство города. Ольга Деменчук, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Каким быть гербу Севастополя? Несколько часов назад завершились слушания о символике города. Специалисты в области геральтики, представители общественности и депутаты обсудили плюсы и минусы гербов царского и советского периодов. К чему привели споры за круглым столом, знает Ирина Львова. Споры о символике города появились еще в феврале. Тогда в СМИ прошла информация о планах законодательного собрания заменить нынешний герб Севастополя на царский. Дискуссия вызвала в обществе большой резонанс и разделила участников на два лагеря. Одни выступают за привычную советскую эмблему, другие хотят видеть старый герб, созданный еще в 1893 году. Все законы приняты с исключением одного. Это закон о гербе и флаге Севастополя. Именно поэтому необходимость такая есть. Нельзя отложить решение этого вопроса на неопределенное время. Большинство специалистов склоняется к царскому варианту. Объясняют, он идеален с точки зрения геральдики, а вот советская символика больше похожа на эмблему. К тому же практика показывает, больше 150 городов России вернулись к своим старым гербам. Они выдержаннее, информативнее и больше соответствуют правилам геральдики. Старинные гербы, то есть гербы, официально убежденные до 17-го года, имеют предусловные приоритеты. Если до 17-го года герб был сделан некорректно, дать свое заключение и исправить ошибку может специальная геральдическая экспертиза. В прошлом году, еще будучи исполняющим обязанности губернатора, за ней обратился Сергей Миняйло. Ответ из Геральдического совета при президенте Российской Федерации был получен 31 июля 2014 года. Основополагающие принципы реализации единой государственной политики в области геральдики не оставляют иного решения о гербе города, как только восстановление исторического герба города, серебряный герба в червенном поле. Причем именно в таком виде, как он представлен, по-разному предложению. Данное решение вопроса гербе Севастополя в высшей степени достойно у всех отношений. У советского варианта герба тоже есть свои сторонники. Они говорят, символика отражает подвиги города во время второй обороны. Есть четыре раздела. Первый раздел – это герб, второй – гимн, вернее, шлаг, третий – гимн, четвертый – эмблема. Если мы берем или-или, мы предлагаем не делать выбор, не противостоять и не раскалывать севастопы. А мы предлагаем использовать то и другое. И использовать все четыре этих раздела. Однако есть и третья сторона. Василий Пархоменко утверждает, проблема надумана, и сейчас время решать более наболевшие вопросы. Тут идут противоречия. С одной стороны меняем герб, с другой стороны пытаемся сохранить мир и согласие. Да, оно было сохранено депутатами предыдущих созывов. Вы почитайте положение герба. Там, в отличие от дынешних, герб царского периода не выброшен, он сохранен, как символ Севастополя. В любом случае, решить проблему без учета мнения севастопольцев не получится. Вопрос замены герба может решаться только на референдуме. А пока споры о символике Севастополя продолжаются, каким быть лицу города, покажет время. Ирина Львова, Денис Корвель, информационный канал Севастополя. 17 апреля члены комиссии по мониторингу и проверке соблюдения градостроительного законодательства обсудили проекты возведения двух торговых центров Севастополя. Строительство комплекса на улице Вакуленчука в случае выполнения ряда условий разрешили продолжать. А по проспекту генерала Острякова было принято решение доработать документацию и получить разрешение на строительство возле здания автомобильной парковки. Возобновляем строительство при условии еще оформления данного земельного участка под парковочное место, плюс согласование проектной документации дополнительной по фасадам. Ну и, соответственно, после того, как эти мероприятия будут выполнены, возобновление. 17 апреля в Севастопольской морской библиотеке ветераны, члены общественных организаций, военнослужащие Черноморского флота за круглым столом обсудили вклад нашего города в военную историю России в целом и в Великую Победу в частности. Говорили о военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения и об издании учебной и мемуарной литературы о Севастополе. И мы решили провести круглый стол в рамках не только военно-научного общества, пригласить на него представителей общественности, патриотических организаций, общественно-политических движений, с тем, чтобы обменяться взглядом, прийти к единому мнению на то, каков уровень сегодня военно-патриотического воспитания в Севастополе. В Севастопольском промышленно-технологическом колледже провели день открытых дверей. Абитуриентам не только рассказали о специальностях, которые предлагает учебное заведение, но и показали наглядно, чему можно научиться. Студенты-строители показали настоящее театрализованное представление, а будущие повара-кулинары подготовили для гостей вкусную презентацию на тему праздничный пасхальный стол. Наталья Шульга поделится впечатлениями. На кого, а главное, куда пойти учиться? Ответ на этот вопрос девятиклассник Ваня Теплов знал с детства. Для него повар-кондитер – профессия не только вкусная, но и семейная. Много лет назад колледж, куда теперь собирается поступать Иван, закончила и его мама. Студентка первого курса Анастасия год назад тоже решила продолжить династию поваров. Пошла по стопам брата и не прогадала. Как результат – одно из призовых мест на конкурсе кулинаров – праздничный пасхальный стол, где участники презентовали традиционные блюда, приготовленные самостоятельно. Очень привлекает работа повара, и в жизни это пригодится для девушки. Применять это будет очень легко, надеюсь. Среди вкусов и запахов этого кулинарного разнообразия жюри в жарких дебатах распределяет места участников. Председатель комиссии, специалист общепита со стажем, определяет качество выпечки на глаз. Для нее этот конкурс – своеобразные смотрины. Мне все очень понравилось, дети молодцы, у них все так красиво, творчески. И я надеюсь, что я здесь кого-то себе возьму в работники. Разрабатывая и реализуя инновационные проекты, руководство колледжа учитывает потребности работодателей и студентов, следит за изменениями требований к качеству образования. По словам директора, это важнейшая составляющая устойчивого и эффективного развития учебного заведения. Работа колледжа строится на инновационных подходах обучения, включая отечественные традиции и практики. Усложнились некоторые профессии, интегрированы стали. Если раньше, допустим, мы по монопрофессиям, там где-то чисто маляр, то сегодня можно готовить маляр, штукатур, плиточник, облицовочек. Вот, синтегрированные профессии. И стали еще, так сказать, называться мастера-строители. То же самое происходит и в кулинарии. Поэтому все на сегодняшний день документы и вся документация относительно профессионального образования в нашем колледже приведена в соответствии с требованиями Министерства образования и науки Российской Федерации. Наталья Шульга, Денис Корвик, информационный канал Севастополя. Телефон редакции 5541-22 на информационном канале Севастополя знаем и говорим о важном и интересном. Не переключайтесь.